Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. У меня на странице разбито, и поэтому сегодня большие, маленькие, чтобы 50 страниц получалось утром. А то другие нельзя взять больше. Это мы озвучиваем наши занятия, которые в Потеряевке были в 91-е, это первые годы. Вот кто-то ходил на охоту, видимо. Охота. Охота. Считается сегодня охотником тот, кто имеет ружьё и может на курок нажать. Что такое охота в политическом плане? В религиозном. Сумосбродные стрельцы. Один раз я чуть не погиб от них. В лагере в те годы у нас были травяные шалаши, и мы оставались очень долго здесь вдвоём с Надеждой Васильевной. И вот, среди ночи вдруг выстрелы в нескольких шагах. У нас тут печь стоит русская, и прямо в заслонку, грохот и вопли. Я закричал из шалаша, что здесь люди, и начал выползать. Стоят пьяные несколько человек, и один из них на меня двустволку и трясёт ею. Я начал приглашать их за стол. Дал пирога рыбного, налил квасу. Он постепенно ружьё пустил. Видно, что мужичонка полностью разможжённый домашней бабой. И вот тут, где его никто не знает, где его унижение не наяву, он и хорохорится, чтобы героем выглядеть. Хотя и в ночи покуражиться ему за великий праздник получится. Если бы они чуть пониже взяли, то я погиб бы. Второй выстрел был бы смертельным вдвойне, совсем уж рядом. Кричали они, не подходи. Первое сентября, 3 часа ночи. Спрашиваю, откуда они. Но они, видимо, начали уже понимать, что могли тут наделать. И вот эта двойка у него была в школе. И теперь эта двойка вылезла. Приезжает сюда ваглер Николай. Будет ли он так делать? Вот, Николай, я расскажу, Николай. Удивительный человек. 4 высших образования. Я больше не встречал таких. Полковник в трёх родах войск был. У него всё культурнейшее. Потеряевский, при том, Потеряевский. Потеряевский житель. Законно. Я сам с 5 лет с ружьём. Знаю, что такое опасность. Возле Рыжковского пруда была птицеферма. С той стороны. И коршуньё. И ястребы так и таскают птицу. Курицы уже довольно большие. А они их сгребут и волокут. Вызвал меня председатель. Знал про моё хобби с ружьём. Ринулся я туда. Ружьё за спиной. Сам на велосипеде. Не успел вплотную подъехать. А там на поле тысячи цыплят больших. Гляжу, один коршун волочёт добычу. Я тут же его снял вместе с курицей этой. За день я их перещёлкал достаточно. И этот разбой утих крючконосый. Когда Адам согрешил, то вся тварь ополчилась против него. Изгнанный из рая, он начал бороться за своё существование. Первую охоту совершил сам Бог, когда дал Адаму одежду. Убил животное. Это и было первое жертвоприношение. Пользу от зверей человек ощутил сразу же. Это и работник вол, и молоко коровы, и шерсть овцы, и кожа. Шкура была большим подспорьем во всём. Начали приручать ловить. Как? У Салтыкова щедрена мужик кормил двух генералов. И, конечно же, самого себя. Адам жил среди животных всяких и разных. И, быть может, таких, как мы, видим только на картинках. То есть необитаемый остров, выбросили два генерала и мужика. Они лежат, ничего не могут делать. Он волосы выдернул, петлю сделал, поймал птицу. Бытие 10.9. Он был сильный зверолов пред Господом Богом. Потому и, говорится, сильный зверолов, как немрод перед Господом Богом. У Исаака и родившиеся близнецы стали родоначальниками двух больших наций. И род занятий их определял их характер. Бытие 25-27. Дети выросли и стал Исаак человеком искусным в звероловстве, человеком полей. А Яков человеком кротским, живущим в шатрах. Тогда охотник должен был обладать смелостью и быстротой. Это не снайперская винтовка, а лук, с которым нужно было подкрадываться, чтобы повадки зверей знать и погодные условия наблюдать. Слово охота встречается только один раз в Библии. Итог значений желать. Притча 31.13. Добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками. Вчера я прочитал в интернете, в эту войну, Вторую мировую, в Англии одного призвали, он пришел с луком, лук стрелять-то. И так и не расстался, и какая-то плейта играть, и с этим так пошел служить. И послали его там где-то, и он из лука убил первого. Это единственный, наверное, был, ну, кто там, немец или кто, из лука застрелил его. Мы его потом послали командиром, и вот интересно. У нас в лагере много луков я сделал, и детей учили стрелять. В пословицу и вошло говорить, охота хуже неволи. Охотиться это непростое занятие. Если это непросто, не просто, воскресное, раз в году, занятие для отдыха. А если это твой источник дохода, то тебе нужно большую часть времени проводить на поле, в поле. Делать засидки и выжидать иногда, подманивая дичь на выстрел. Все неопределенно. Это не на грядке растущие огурцы. В любую погоду подошел и сорвал стручки чечевицы. Рыбалка нелегка, но много проще, больше возможностей и сети, и иные снасти. Охотники почти всегда действуют малыми артелями, или вообще в одиночку. Просыпается, дождь ли, а надо идти. Зверь может и не выходит из норы, а тебе нужно его добыть. На снегу спят часто, на льдинах. Ты пойди, добудь этот воротник в лесу. А зверье идет вслед за своей пищей, за более мелкими грызунами. Им нужно знать, где и это находится. Когда миграция птиц, когда можно ее добывать. И когда и помочь расплодиться. Не тронуть на гнездах сидящих, а еще знать, как обделать шкуры. И мясо у каждого, или зверя полезно, не ядовитое ли. Человек должен знать, как сохранить самого себя, когда он в лесу, когда в пустыне. А зверь охотится за самим охотником. Такой, как тигр. Земледелец и пастух могут быть совсем глухими, даже слепыми. Но охотник должен быть и зорким, и отлично слышащим. Знать, как строить временные жилища из пластов снега. У северных народов это целая наука. Как какое дерево зажечь? И как так сделать, чтобы давало тепло целую ночь? И не пошел бы огонь дальше, когда ты спишь. Какое кедровое дерево, какой длины, как расколоть его, расположить как для костра. И сколько разных приспособлений, инструментов для ловли. Как-то расколоть, называется Надин, как-то слово Надя какое-то там. Есть разные способы подманивать к себе лисы, волка, писк или хряканье. Макеты уток на воде, чтобы обмануть жертву. И разные способы подмануть и умертвить. Прикармливают, делают солонцы искусственные. Приваживают, а потом и бьют кабана лося. У человека нет крыльев. Но разумом он поднимается на скалы и выше орла. Нет той силы и скорости, что имеет лев. Но разумом он побеждает и этого царя зверей. И во всем человек может взять для себя большой пример. Поучись у пчелы. Собери полезное со цветов. С того, что представляет Бог полезное. Человек приучил животных, таких как собак. И вывел гонщик, и уж ловит другое зверье. Так и птица ловит ему рыбу. Такая, как пеликан. Птица птицу приучена ловить. Сирахова 11.30-33. Как охотничая птица в западне, таково сердце надменного. Он, как лазутчик, подсматривает падение, превращая добро в зло. Он строит козни и на людей избранных кладет пятно. От искры огня умножаются угли. И человек гречный строит козни на кровь. Остерегайся злодея, ибо он строит зло. Чтобы он когда-нибудь не положил на тебе пятна навек. У надменного гордого человека его сердце не свободно, как в клетке попавшая птица. Вот и примеры и сравнения. Не вырвешься, не получишь свободу. Так и будешь трепетать. Сам себе враг стал. Таким ничего не нужно. А только выискивать, где ты промахнешься. Ему это пища. Он один засыхает, тоскует от безделья. Ему в каждую щель нужно заглянуть. Через шторку, через слух. Как мы охотимся на зверя, так мы должны и людей для Царствия Божия приобретать. Как рыбу ловишь и на червяка, и в сети, так и новый душ уловлять нужно учиться. Лука 5.10 И сказал Симону Иисус, не бойся, а ты не будешь ловить человека. Все эти способы нужно знать, как приобрести людей для Христа. Здесь нет такого способа, чтобы охотник скрылся и сидел где-то, и носа что бы не показывал. И к нему бы шли сами. И без его ведома уловлялись птицы, звери и рыба. А именно таким ложным путем пошло все в церкви. Им нужен храм, часовинка где-то в пустыню, на остров, в лес, на столб, в дупло залезть, в монастырек спрятаться. А люди? Эти уловляться должны сами. Будут биться в твои ловушки. По одному этому видно, что совершенно не евангельский путь спасения придумали люди, а придумали это и навязали нам греки, Византия. Евангелие вообще никакой роли не играет в жизни русских ныне. Смотрю даже у нас в деревне, какое разное отношение к скотине. У одного корова за них идет с падбища, а он впереди ее вышагивает. У другого, у соседа моего, втроем ее загоняют, с палками и лопатами. Это все в тебе. Животное чувствует твое сердце. У батюшки собака от него ни на шаг не отстает. А у дьякона, который никогда ее не выгуливает, она вздыхает на привязи. Только оторвется, уже курицу задавила. И пришлось самому же ее расстрелять. Собака, это твое отображение. Тут заяц у вас все яблонки пожрали, и вы не можете их прогнать. Почему ничего не делаете, не придумываете? Павел, брат мой, жаловался, что столько он прививок сделал, и поразить заяц не жрет подряд дички, а погрыз все ей привитые. Сгубил все. И он на полном серьезе удивлялся. Да как же так? Тут же у меня за стеной и лошади, и корова. Заяц же слышит, что не едят солому. Сено губами шевелят. Павел, да заяц у твоей лошади губы отжует, не забоится. И все это не год, а с первого года и до ныне. Приехал охотник, сразу же убил этого кослапого зайца, и разогнал остальных. Вы спите, и не можете даже с зайцем поправиться. Это я занятия веду их, и им рассказываю. Псалом 123.7 Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Сатана ловит наши души. Нужно, чтобы кто-то выпустил птицу попавшую, или сеть прорвалась. Один кого-то ток увяз, всей птице пропасть. Так и здесь был проклятый тоталитарный коммунистический режим. И вот рухнуло все, и мы можем молиться, открыто собираться, даже деревню строить. А эти изверги, разве разрешили бы нам такое? И душа наша избавилась, как и из сети, от этих прокобесов-большевиков. Второзаконие 22.6.7 Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои. У нас было много куропаток, этих степных курочек. Очень красивый петушок у нее. И много, до 14 яиц несет она. Я поймал одну капканом, и яйца все забрал. Теперь у нас нет нигде ни одной куропатки, потому что я тут прошел, как пастух, все сожрал. Мы лечить-то по-настоящему не можем домашних животных. Как при коровьем бешенстве уничтожает всех и сжигает, так и у нас. Курица заболела, и сразу же ТЧК, топор, чурка, конец, точка в телеграфе. Батюшка был в Германии, затем там заметили, что зверек лаской перегрызает провода. Отец Саяким сразу же предложил поймать ее. А там это делать нельзя, а нужно отпугивающие средства какие-то придумать и оставить ее в живых. То есть я еще учился в школе, во втором-третьем классе, а уже я ловил сустика, поймал один раз только от жизни куропатку. И она передо мной так стоит. А уж что там писание говорит, этого ничего мы не знали. Мы занимаемся этой темой не случайно, но чтобы расширить свой кругозор, в аллегорических словах усмотреть пользу для себя. Серахов 13.23 Ловля у львов дикие ослы в пустыне, так пастбища богатых бедные. Едва чуть поднялся на ноги, уже угнетает другого, чтобы еще больше разбогатеть. Серахов 14.23 Выходи за нею, как ловщий, и строй засаду на путях ее. Мудрость можно добыть, не кончая никаких университетов. Вспомните Кулибина, Мичурина. Они такие вещи делали, что в музеях выставляют ныне. Если есть соображения, то заканчивайте институты. И если можно, то сразу два можно окончить. Серахов 27.29 Кто роет яму, сам упадет в нее, и кто оставит сеть, сам будет уловлен с ею. Серахов 27.32 Уловлены будут сетью радующиеся о падении благочестивых, и скорбь измождит их прежде смерти их. В яму ловили, закрывали ее тонкими прутьями, и лапы убитого животного делали следы, чтобы обмануть идущих по тропе. А в яме натыканы коля с застренными концами вверх. Все-то оборвано, ничего нет. Ну, понятно, что такое охота. К нам приезжали многие охотники, жили в бане зимой. А в прошлом году зашли в этот дом, где Володин. Там что-то, видимо, двери открыли, и задвижки там нет, и на полу разжигали огонь, там где бетон. Все. Мы сейчас будем события дня.